рад приветствовать всех стремящихся к познанию с вами вова ломов и теплица социальных технологий мы сделали онлайн-курс по google аналитики даже не верится вообще сидел на аналитике на одном крупном сайте думал что знаю примерно все но в работе над курсом я поднял свой скилл раз в десять и понял что не знал ничего в работе мне помогали алексей сидоренко руководитель теплицы и ярый апологет аналитики ну если предположить что и нужна апология и сергей исаков crm специалист и веб-аналитик работающий с аналитикой в том числе фонде помощи хосписом вера я сразу хочу обратиться к алексею с одним вопросом раз уж я его представил как апологета сейчас мы перепрыгнем зум алексей попробуй будут буквально за одну минуту объяснить почему фондом на и вообще любому владельцу сайта нужно пользоваться аналитикой то есть для чего нужно пользоваться аналитикой очень простой ответ для того чтобы понимать что происходит у вас на сайте для того чтобы понимать вообще сколько люди проводят времени на вашем сайте на какие кнопки они кликают на какие страницы они заходят собственно кто вообще эти люди до совершают ли они те действия на вашем сайте которые в принципе вы ожидаете от них что они будут совершать и вот собственно для этого на все эти вопросы аналитика дает ответы мне кажется это безумно важно для то для любого владельца сайта ну как вот у вас если у вас есть магазин да наверное вам интересно ну что происходит когда люди приходят вам в этот магазин но проблема в том что с обычными магазинами вы всегда сами можете увидеть на сайте вы не можете без специальных инструментов узнать что там происходит до для невооруженного глаза обычный сайт это просто ну вот какая-то картинка хотя на самом деле это ну не картинка просто там текст изображения да какие-то какой-то код зашитый и вы совершенно не можете увидеть ту живую систему до которую на самом деле образует как технология в лиц в виде сайта так и те пользователи которые на него заходят и собственно аналитика как раз помогает видеть этот незримый простому человеческому глазу мир поэтому очень советую окунуться в уве и получить эту новую оптику спасибо итак аналитика это кто откуда как и зачем то есть закладки аудитория мы узнаем кто наши пользователи здесь есть все демографии географии новые вернувшиеся какие устройства какие технологии мы можем по минутам смотреть как они взаимодействовали с сайтом хотя непосредственно это относится скорее к поведению одним словом мы видим пользователя как будто он сидит напротив ну или категорию пользователей выделенных сегмент дальше откуда источник трафика пожалуй один из важнейших вопросов как люди находят ваш сайт и откуда люди приходят на ваш сайт какие каналы привлечения трафика работают вам кажется что топовый блогер которому вы обратились потратили кучу сил времени а возможно денег принесет вам огромный трафик и невероятную пользу но пометьте ссылку ютем метками загляните в аналитику и возможно вас ждет сюрприз и даже если он то есть блогер принес вам весомый трафик дальше возникает вопрос а как после этого люди взаимодействуют с вашим сайтом что они собственно делают дальше достигают ли они целей это у нас поведение за которым следует конверсии отвечающий на вопрос зачем это главный вопрос я спросил у сергея исакова что главное в аналитике не вот что он ответил в моем понимании сейчас основная проблема большинства благотворительных фондов которых я начинал работать но везде к этому пришли к абсолютно пониманию вы должны измерять обратную связь вы должны измерять конверсию вы должны понимать то что вы делаете приносит результат или нет и это есть смысл у всей интернет аналитики серым маркетинга он именно в этом понимании и люк ваши действия приносят результат или нет какие из ваших действий приносит больше результата начните замерять источники с которых приходят у ваши люди промечать ссылки метками и измерять конверсию с разных источников с разных аудиторий с разных сегмент я думаю исчерпывающие и так я как само собой разумеющиеся говорю поставьте utm метки настройте цели выберите сегмент или какие каналы привлечения трафика работают хотя правильнее сказать было бы какие источники привлечения трафика работают тут есть существенная разница я это знаю я этот курс уже прошел вы еще нет но поверьте к концу курса вы будете знать не только это вы будете знать гораздо больше поскольку я все-таки в целях экономии времени прохожу многие вопросы по верхам у вас будет возможность углубиться я даю направление но все основные направления сначала мы разберемся с теорией которая кстати не так проста пользователи сеансы показатели отказов кстати те кто знаком с аналитикой с большой долей вероятности не до конца понимают о чем говорит этот показатель мы разберем цели и конверсии как правильно ставить цели как их отслеживать это очень важный вопрос поскольку от правильной постановки цели зависит глубина аналитики не в смысле глубоко а в смысле то что нужно и много поскольку как мы выяснили главное в аналитике понять делает ли пользователь на сайте то что вы от него ждете а значит вам нужно четко понимать что вы от него ждете и уметь это выражать языком аналитики то есть настраивать а для того чтобы понять что делает пользователь по дороге к цели нужно уметь фильтровать пользователей выделять и настраивать сегменты и об этом мы тоже поговорим еще мы конечно поговорим о привлечении трафика об источниках и каналах как оценивать что оценивать как ставить utm метки создавать компании и для чего это нужно отдельно мы разберем тему привлечения пожертвований как измерять и что измерять словом мы поговорим практически обо всем но начнем с установки и настройки аналитики с правильной раздачи прав и поговорим об этом в следующем видео